МАНОО МАНОО это новый гибрид. В Украине он первый год, скажем так, в Украине он даже не проходил испытания. Обычно, когда заводятся новые гибриды, мы когда заводили новые гибриды, сначала первый год это испытания, нам давала компания образцы, мы разговаривали по хозяйствам, по профессиональным испытаниям, потом уже принимали решение заниматься этой капустой, а не заниматься. Наш директор приехал в Францию, увидел эту капусту в поле. Мы поверили информации французов с акадо-японской компанией, представитель своей группы, во всей Европе находится во Франции. Мы поверили их информации, но пока мы не разочарованы. На начальных стадиях уже есть поля, где она высадена, уже есть поля, где практически месяц начнется вязаться головка, то пока информация, которую предоставили французы, подтверждается. Это улучшенный гибрид Корнет. У него лучше корневая система, у него лучше восковой налет, и он подходит для длительного хранения. Длительное хранение это до июня месяца. То есть капуста Корнет, это была такая капуста, которая можно, с фермерами общался, есть у нас там в Галапристанском районе фермер, он каждый год выращивал 20 гектар Корнет. Он говорит, это капуста, которой я могу в хранилище играть в футбол, с ней ничего не будет. И она до июня месяца лежит, и практически без потери товарного вида, он говорит, единственное верхний листок один убрать, можно перефасовывать ее в сетки и вывозить на рынок, на продажу, либо работать с сетями. Особенность гибрида Монро, это поздний гибрид со сроком медитации для юга Украины 100 дней. Для западной Украины это 110-120 дней, для юга Украины это 100 дней. В основном все поздние гибриды, которые для длительного хранения, это до мая, до июня месяца, у них срок медитации 130-140. То есть здесь немножко экономится 20-30 дней, фермер может сэкономить на удобрениях, может сэкономить на обработках, потому что в любом случае до момента уборки нужно постоянно проводить какие-то индицидные обработки, индицидные. Тот же трипс, он никуда не пропадает, он ест капусту до последнего. Тут можно немножко сэкономить на препаратах, которые придется вносить на эти 10-20 дней. По Франции, я скажу еще, вот общались с французами, она у них в поле, это вот как особенность, да, может плюс этой капусты. Понятно, там чуть немножко мягче климат у Франции, но до февраля месяца ее с полей не убирают у Франции. То есть для того, чтобы не платить деньги за аренду хранилищ, либо не платить деньги за электронергию хранилища, до февраля месяца она стоит в поле, в феврале месяце ее срезают и продают без потери товарного рейда. То есть перерастание, перерастание? Она, вот у нее особенность, она уплотнилась, она набрала нужный вес, да, при нормальной норме 40 тысяч на гектар это вес от 2,5 до 3 килограмм. И она больше не набирает. Да, то есть во Франции я говорю, что, ну это как бы стало еще одним из поводов. Пока местешь и в хозяйство, которое взяли, которое выращивают, то есть по всхожести, по энергии показывается им плохо. По лиственной массе, сейчас по вегетативной массе, даже с проблемами осадков, как большого количества осадков, проблемы с ней пока не возникло. То есть пока места информации, которые на ней отсюда подтверждаются. И мы, я говорю, что мы на нее поставили вот эти, вот эти капусты Глинго и Минро, это, мы поставили на них приоритеты, мы и у вас, ваших каталогов, потому что действительно интересные гибриды, стоит обратить внимание. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.